АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про медицину. Наша тема сегодня – халюс-вальгус, вальгусная деформация стопы или, по-простецки говоря, шишки на ногах. Предъявите ваши ноги человечеству, разувайтесь и прямо на пол вставайте перед тапочками. Вот они, шишки на ногах, знакомые миллионам женщин и не только женщин. Обувайтесь обратно. Эта ситуация связана с развитием поперечного плоскостопия, с распластыванием стопы, с тем, что большой палец уходит вбок, а тут на этом месте и образуется как бы шишка, хотя на самом деле это выпирающий сустав. Причины, мы сказали, вот они. Вот такие туфли, вот такие. Или вот такие совсем плоские, совсем без каблука туфли. Дмитрий Николаевич, а теперь что делать? Это практически женская проблема, именно по причине ношения неудобной обуви с перегружающей переднюю часть стопы. Ну, алгоритм очень прост. То есть все начинается всегда с профилактики. То есть мы как можно реже носим туфли на высоком каблуке, стараемся носить удобную обувь на низком каблуке, с каблуком, тем не менее, на низком устойчивом каблуке. Вторая вещь, которую обязательно надо сделать, это держать свой вес в нормальных рамках. Потому что избыточный вес, каждый лишний килограмм, прибавляет там, скажем, миллиметр к вашей шишке. Можете так себе это запомнить. Потому что это обязательное условие тех, кто не хотел бы иметь такие вот ноги. Дальше. Обувь. Когда уже вы заметили вот эти вот элементы выпирания, чуть-чуть уже, вы чувствуете, что что-то вам стало мешать. И на туфле вы видите эту выпуклость, когда вы ее надеваете. Ну, надо все-таки покупать удобную обувь с широким носом и с верхом, который... Вот смотрите. Из особого материала сделан, который очень легко вашими ножками будет растягиваться. У нас черная ткань. Вот хочу как-то боком показать. Я пальцами вожу, чтобы вы поняли, насколько мягкая ткань. А иллюзия, что это нубук. Потому что, видите, он из двух частей сделан. Задник нубуковый, а здесь вот эта вот строчевая ткань. Вот такая. Вот такой мышь мочок. И здесь тоже покажем, потому что здесь тоже вот ткань мягкая, которая позволяет, ну, особенно нашим мамам, купить удобную обувь, когда все их шишечки найдут для себя хорошее, удобное место. Конечно же, хронически возможен прием противовоспалительных средств в малых дозировках, на стероидных противовоспалительных средств, потому что все равно воспаление хроническое присутствует при этой проблеме. И вот таким одним из довольно эффективных способов является ношение, ночное надевание вот таких вот бандажей специальных, которые надеваются на первый палец. Вот эта вот часть, вот этот задник захватывает пятку, и он удерживает всю ночь палец в правильном положении. Первый палец стопы. Я сейчас попрошу, чтобы нам принесли нашу стопу от скелета, и мы прямо на нашей стопе покажем. Вот. Принесите нам. Есть складочки всякие, которые позволяют тоже отчасти, подчеркиваю, лишь отчасти, скрасить вот это вот неправильное положение первого пальца нашей стопы. Стельки, которые позволяют отчасти коррегировать плоскостопие. То есть это ортопедические приемы, ортопедические терапевтические приемы, которые позволяют облегчить ваше состояние или не допустить его прогрессирования. Но все-таки на стельках остановимся. Обязательно. Потому что без них вы сегодня ходить не должны. Особенно, если туфли на каблуках. Вот туда надо вставлять стельки, чтобы перераспределять нагрузку. Вот с этой части стопы вот сюда. Здесь специально сделано возвышение, чтобы нога сюда опиралась. Ну и покажем вам, как это устройство действует. Вот так вот надевается. А вот это за пятку справится. И вот так. И получается, да. И вот в таком виде вы спите. И он разворачивает немножко палец. Не немножко, а разворачивает первый палец. И немножко сдвигает первую плюснюю кость на оборот кнутри. То есть это приносит... Ну, при начальных симптомах заболевания, это приносит успех. Ну, и апофеозом, конечно, этого развития заболевания, если вы ничего не будете делать, будете по-прежнему иметь излишний вес, будете пользоваться неправильной обувью, никаких не применять, срез для профилактики, то в итоге все-таки придете к оперативному лечению. Оно существует. Это довольно, на самом деле, сложная операция. Это непростое срезание вот этого костного нароста. Это остеотомия, то есть укорочение первой плюсовой кости с тем, чтобы вернуть ее в нормальную позицию. Вообще, достаточно эффективная операция.